Штраф протесту не помеха. В казахской столице Астане протестуют чуть ли не каждый день. Поводы у каждого разные. Гражданского активиста Мохамбета Абжана вызывают в суд уже второй день. Пытаются вменить организацию вчерашнего митинга против ввода российских войск в Крым. Акцию протеста Мохамбет провел в одиночку, что не противоречит национальному закону о митингах. И теперь казахстанская эфемида второй день ломает голову, как наказать Абжана. За призыв защищать нашу родину судить человека нельзя, потому что предмета такого нету не в кодексе об административных правонарушениях, нет в уголовном кодексе. То есть это не преступление и это не правонарушение. То, что меня привезли сюда, держали вчера несколько часов в РОУД, сегодня три часа меня с утра продержали. Я считаю, это нарушение Конституции и кодекса об административных правонарушениях. Я буду подавать жалобу на этих людей в погонах пока казахстанских и буду требовать, чтобы их наказали. А это уже другая акция протеста, которая случилась накануне. Двое активистов движения «Антигептил» Сакенбайкенов и Максат Нурубаев пытались сжечь имперский флаг перед российским посольством в Астане, но были также задержаны и оштрафованы на незначительные суммы. «Нет союзу! Нет союзу! Нет союзу! Нет союзу! Нет союзу! Союзу нет!» Однако протестуют казахстанцы не только по поводу возможной войны на Украине. Блогер из Алматы Нурали Айтиленов одним из первых в Казахстане вышел протестовать перед резиденцией президента Назарбаева, известного своими авторитарными методами правления. Нурали требовал освободить из-под стражи своих соратников Андрея Цуканова и Дмитрия Щелокова. Опять арест и штраф. «Свободу политарестантов! Не пойду! Не пойду! Свободу гражданским журналистам! Дмитрию Щелокову! Андрею Цуканову!» Акции протеста, причем персональный, новый политический тренд в Казахстане. Диапазон требований протестующих колеблется от политических до сугубо личностных. Пока протесты носят ненасильственный характер, но, как показывает жизнь, большое начинается с малого. Редактор субтитров М.Лосева Корректор М.Лухáriечка Корректор А.Кулакова